В 80 километрах от города Усть-Каменогорск областного центра Восточно-Казахстанской области находится одно из уникальных по своей красоте мест, известное без преувеличения практически каждому жителю региона и далеко за его пределами. Имя ему – урочище Сибинские озера, больше известное как Сибины. Пять хрустально чистых водоемов, словно пять жемчужин причудливой формы, расположились друг за другом у подножия горного массива Коктау, подпираемые с северо-запада горой Байга, а с северо-востока – горой Коктау, высотой около полутора тысяч метров. Между собой озера разделены узкими грядами гор. Южные берега озер – пологие, представляют собой луга. Восточные и западные берега – крутые, сложены гранитными глыбами, чаще обнажены, либо имеют незначительную растительность. На подъезде к озерам путника встречает пестрый указатель, знакомящий с Айблайкидскими озерами – Садырколь, Торткара, Шалкар, Корженколь и Караколь. Названия эти льются как песня, а звучат как горный ручей с прозрачной чистой водой, бегущий среди гранитных и песчаниковых скал, составляющих часть Калбинского Нагорья. Основной поток туристов и отдыхающих, атакующих эти места, приходится на летние месяцы. Зимой же Сибинские озера пользуются популярностью по большей части у рыбаков, да любителей покататься на коньках и покрутить круги на машинах по гладкому льду. Годом ранее я уже навещал эти места. Тогда моей целью было самое большое из пяти озер – озеро Шалкар, которое я тщетно пытался пересечь по льду на коньках с юга на север. Сегодня я решил посетить самое труднодоступное и дикое озеро – озеро Караколь. Озеро Караколь находится в южной части горного массива Коктау и относится к северной части Калбинского хребта. В отличие от четырех своих собратьев, Караколь или Черное озеро труднодоступно со всех сторон. С севера, запада и востока озеро окружает крутые горные склоны, а с южной стороны едва проходимые заросли кустарника и деревьев. Но сегодня эта труднодоступность сыграла мне на руку. Урочище Сибинские озера издавна славятся сильнейшими ветрами, вольно разгуливающими среди гор и на перегонки врывающимися на слегка заснеженный лед водоемов с юга со стороны Калбинского Нагорья. И если на первых четырех озерах буйство стихии не дает вздохнуть полной грудью, перебивая дыхание сильными порывами, то на Караколе тишина и спокойствие. Лишь где-то вдали слышны недовольные завывания ветра, тщетно пытающегося пробиться через густую стену деревьев и кустарника. Находясь здесь, чувствуешь себя защищенным, так же, как и многие здешние жители, следов от которых вокруг несчетное количество. Заяц, лисица, многочисленные пернаты – этот список ограничен лишь моими скромными познаниями в непростом деле следопыта. Беспилотным любителям полюбоваться на озеро сверху следует быть весьма осторожными. Крутые склоны, сложенные каменными сланцевыми плитами, заманчиво опасны, особенно в зимнее время. Одно неверное движение, и ты вмиг оказываешься на земле, тщетно пытаясь удержать от падения и удара то ценное, что было в руках. И если бы не раскидистые ветви редких сосен, прочно держащихся за каменное основание, то последствия могли бы быть намного печальнее. Но любопытство берет свое. Немного отдышавшись и переборов страх после недавнего падения, продолжаю, хотя и с опаской, карабкаться все выше и выше. Благо на пути попадаются низкорослые сосны, дружелюбно протягивающие свои раскидистые ветви, да растущие плотным ковром кустарники можжевельника, на которых, к слову, можно прилечь отдохнуть. Как и когда появились эти озера в горном массиве – загадка природы. Некоторые выдвигают гипотезу о том, что в это место много лет назад врезался раздробившийся на части метеорит. Именно этим объясняется фантастическое нерукотворное нагромождение скальных валунов весом в сотни тонн, из которых сложены прочные гряды каменных стен, разделяющих озера между собой. В любом случае, пейзажи действительно космические. Спустимся к берегу озера. Караколь является самым маленьким и последним в каскаде Сибинских или, по-другому, Облайкидских озер, учитывая направление с запада на восток. Длина озера при направлении с севера на юг составляет около 850 метров, ширина при направлении с запада на восток – около 650 метров. В восточной части к озеру примыкает узкая часть гранитных скал причудливой формы. С западной стороны берег озера также скальный, но обитаемый. Круглый год здесь живет охранник-смотритель. Статус водоема обязывает. Вот только зачем он смотрит за порядком на особо охраняемой территории природно-ландшафтного заказника или за рыбаками, наведывающимися сюда время от времени, для меня так и осталось загадкой. Северная и южная части озера заболочены и поросли кустарником и лиственными деревьями. В основном это осина и береза. Они-то и спасают водоем от сильных ветров, атакующих с юга. Вообще же, озера на гранитных скалах Коктау имеют большое рекреационное значение. Это уголок природы с чистым горным воздухом, прохладой речек, озер, с живописными ландшафтами и историко-культурными достопримечательностями. Тишину и умиротворенность здесь находили с древних времен. Еще в VII веке Сибинские озера привлекли внимание джунгарского хана Аблая, который вблизи озера Садырколь, первого из водоемов, начал строительство монастыря. Буддийский храм позже получил свою известность благодаря богатейшей храмовой библиотеке, где были найдены древние тибетские манускрипты. Здесь же, следуя преданиям, был зарыт или затоплен на дне одного из озер клад, в котором была спрятана золотая статуя Будды, по размеру превышающая оригинал. Легенда эта до сих пор не дает покоя многим дайверам. А вот и наиболее живописная и нетронутая присутствием человека северная часть озера. Летом попасть сюда можно лишь вплавь или же спускаясь с горного хребта. Зимой путь сюда намного легче и короче. С юга на север озеро можно пересечь по льду. Полчаса неспешного шага и перед тобой плотная березовая стена, за которой прячется просторный луг со множеством представителей наземной флоры, характерных для засушливых областей. Это ковыль, мятлик и осока, которые сейчас скрыты под плотным слоем снежного наста. В летний период здесь можно встретить немало лекарственных растений – кровохлебка, тысячелистник, подорожник и многие другие. Немало в здешних местах и представителей фауны, которых сдают многочисленные следы на снегу. Вот этот довольно свежий след, оставленный несколькими часами ранее, больше всего напоминает след зайца-беляка, вышедшего из своего укрытия. Нагрузка на квадратный сантиметр площади подошв у беляка составляет всего 8-12 грамм. Это позволяет ему легко передвигаться даже по рыхлому снегу, что жизненно необходимо для поиска пропитания. Беляк – растительноядное животное с четко выраженной сезонностью питания. Основу зимнего рациона составляют побеги и кора различных деревьев и кустарников. Немало тайн и загадок хранят здешние места, овеянные легендами и преданиями. Вот только с появлением человека в этих местах и участившимся стихийным наплывом туристов и отдыхающих, сакральный смысл облакитских озер понемногу теряет свое былое значение. От неминуемого изменения облика этих мест не спасает даже тот факт, что комплекс Сибинских озер включен в перечень объектов Государственного природно-заповедного фонда республиканского значения. Но, видимо, жизнь человека, как и то многое, что им создается, стала одноразовой, а это значит, что после нас хоть потоп. Заканчивается сегодняшний день, а значит, подходит к концу и сегодняшнее путешествие, оставившее неоднозначные впечатления. С одной стороны, это необъяснимое чувство от соприкосновения с тем временем, на котором здешние места хранят немало тайн и загадок. С другой же, это тревожные мысли о потребительском отношении человека к природе, набирающем популярность в последнее время. Так или иначе, но очень хочется верить в то, что хрустальная чистота пяти водоемов, загадочно образовавшихся у подножия горного массива Коктау, с годами не померкнет, а места эти вернут назад свою первозданную красоту, так бездумно уничтожаемую человеком. Субтитры подогнал «Симон» КОНЕЦ